Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале Экзегет продолжаем читать книгу Исайи. 27 глава. Загадочный, интересный, необычный первый стих этой главы. В тот день, речь идет о Дне Господнем, Поразит Господь мечом своим, Херов меч, Поразит Господь мечом своим, тяжелым и большим, и крепким. У Господа меч большой, тяжелый и крепкий. Никакие человеческие вооружения не сравнятся с мечом Господним. Это как мекина, как прах, как солома по сравнению с божественным, тяжелым, большим и крепким мечом. Кого же поразит Господь в тот день, в День Господень? Левиатана. Левиафан, точнее, называется он Левиатан. Поразит его Господь, этого самого Левиатана. Кто такой Левиатан? Дальше поясняется. Змея прямо бегущего и Левиатана, другого еще Левиатана. Змея изгибающегося и убьет чудовище морское. Значит, здесь мы в этом стихе видим, что есть два Левиатана. Один из них назван змеем Нахаш, прямой, прямо бегущий. И другой Левиатан – это змей изгибающийся или изогнутый. А морское чудовище – здесь термин Танин. Танин – это морской змей или морской какой-то дракон морской. Вот в арабском языке Танин, они делают различия между драконом и Танином. Современные арабы, вот ливанцы в частности. Дракон, слово заимствовано ими, конечно же, из европейских языков, они называют Драго. А вот Танин – это общесемитское название, они не отождествляют с драконом. Это замечательно, потому что, когда мы читаем историю, мифологическую, конечно, историю о том, как Георгий Победоносец в пригородах Бейрута, в городе Жуния нынешнем, в тех местах, поразил вот этого дракона, морское чудовище, которое выходило из моря и которому местные жители должны были отдавать девицу, чтобы он успокоился, это чудо-юдо, чтобы успокоилось. Вот Георгий Победоносец его победил, уничтожил. Вот он называется у арабов Танин. Не Драго, а Танин. Еще Танин – это термин для обозначения крокодила. В Египте, когда говорится о Египте, Египет называется крокодилом, используется термин Танин. И в современном языке тоже Танин, словом Танин, обозначается крокодил. Ну, по всей видимости, нельзя все-таки отождествлять крокодила с Танином, как нельзя отождествлять и делать тождественными вот эти два термина – левиатан и кит. Кит – это не левиатан. Хотя в современном иврите для обозначения кита, морского млекопитающего, кит, китов, морских млекопитающих, самых больших на планете, китов, используется слово левиатан. Китов они называют. На современном иврите евреи называют левиатаним, левиатан – единственное число. Но левиатан в Библии и кит, морской млекопитающий – это разные существа. Вспомним, как в книге Иова описывается левиатан в заключительных главах, где Господь показывает ему свое могущество проявляемое через этих великих животных. Один из них левиатан, другой бегемот. Бегема – это вообще все зверье и животные большие. Но там бегемот – это какое-то отдельное существо, почему-то во множественном числе употребленное. Бегема, бегемот. И левиатан. Так вот, там левиатан, по описанию книги Иова, это такое морское чудовище, которое поднимает бурю на Средиземном море. Его хвост сравнивается с ливанским кедром. Кто бывал в Ливане, видел ливанские кедры в заповеднике, они там растут, им по три-по четыре тысячи лет. Представляете, что это такое? Это огромные деревья, которые 10 человек, наверное, не смогут обхватить руками. Такие огромные деревья. Так вот левиатана, у него хвост, как этот ливанский кедр, и он поднимает бурю на Средиземном море, яма Тихон. Он переворачивает эти корабли, как жалкие какие-то щепки, переворачивает их своим хвостом, вот этот левиатан. Известен такой гимн в угорицкой литературе. Угориц, город раскопанный в конце 20-х годов, 20-го века, начались его раскопки, продолжались несколько десятилетий. Один из финикийских городов, северо-финикийских, местечко Рашамра под Латакией. Там была найдена огромная библиотека, целый угорицкий язык, был составлен учеными, со своей грамматикой, один из семейских языков. Город, покинутый своими жителями в 11 веке до Рождества Христов, и в том виде, как его покинули люди, непонятно по каким причинам, вот он с 11 века до нашей эры, то есть город, которому 3000 лет, было на момент его, 3000 лет ему сейчас, с того момента, как его покинули люди, вот в том виде, в котором его люди покинули, он был найден. Случайным образом был обнаружен этот город простыми крестьянами, которые пахали землю и наткнулись на что-то, начались раскопки. Французская экспедиция с 1929 года раскопала, раскапывала этот угорит и раскопала его. И вот там была найдена огромная клинописная библиотека, глиняные таблички, вся она сейчас в основном находится в Лувре. И вот там очень много гимнов, угоритская поэзия чрезвычайно богата. И вот в одном из гимнов, в частности, говорится, в одной из угоритских поэм, приблизительно 14 век до нашей эры, говорится о левьятане, змее-бегущем, змее-изогнутом с семью головами. О! Ничего не напоминает это нам? Вспомним, даже откроем и прочитаем книгу Откровения Иоанна Богослова. Книгу, написанную на греческом, в 12 главе прочитаем замечательные слова. Здесь на греческом, поэтому дракон, вместо левьятана и вместо танина здесь будет дракон. И другое знамение явилось на небе. 12 глава, 3 стих книги Апокалипсис. Другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами. И на головах его семь диадим. Дракон с семью головами. В угоритской поэзии левьятан с семью головами. Здесь не говорится про головы, но вот, видимо, то же самое существо, какой-то монстр первозданного, первобытного хаоса. Левьятан в угоритской поэзии и здесь у Исаии, и во многих других местах священного писания, в псалмах, у Иова и так далее. Встречается нам этот левьятан. Он же дракон книги Откровения. То есть этот образ. И вот книга Откровения говорит нам, что он с семью головами. И замечательную параллель вот этих голов мы находим в угоритской письменности в одной из поэм XIV века до Рождества Христова. Там он назван левьятаном, бегущим, изогнутым, как здесь у Исаии, но с семью головами, чего нет у Исаии. Господь поразит своим тяжелым, большим и крепким мечом вот этого самого одного левьятана, прямого, другого, изогнутого левьятана и танина морского, морское чудовище. Вот это вот танин. Его Господь тоже убьет. То есть в море не останется какой-то богопротивной силы. Море, стихия, хаос. Господь ограничил море, положил ему предел песчаными берегами, держит его в пределах, это море. Но иногда оно вот возмущается, это море, в нем кишат левиафаны и возмущают эту воду, возникает буря. Эта буря очень опасна, она может потопить корабли. Ну, потом, в будущем веке, в мессианско-эсхатологическую эпоху, ничто не будет угрожать мореплавателям. И мореплавателям, и жителям земли, потому что морские чудовища, они имеют свойство выходить на землю и здесь тоже бесчинствовать, приносить людям страдания и скорби, как мы знаем и из Священного Писания, и из истории Церкви. Такие случаи бывали. Вот Господь уничтожит всякую богопротивную силу, и никто не будет ему противиться. Будет мир, спокойствие и безопасность для человека и для всех обитателей земли. Что же будет с трупами этих левиафанов? Ну, об одном из левиатаний, если это один, мы не знаем, один или два левиатана, вот здесь говорится о двух левиатанах, может быть, он один, по-разному только называется. Вот этого самого левиатана Господь убьет, как здесь сказано, А в псалмах мы находим интересные слова. И отдал его в пищу людям пустыни. И древнее средневековое иудейское толкование, рассматривая эти слова, говорит, что левиатан будет пищей праведников мессианской эскатологической эры. Вот спасенные на том перу, о котором описывалось выше, в 24 главе Исаии, вот на том перу, в Царстве Божьем, будут люди вкушать, будет вино литься, самое изысканное вино будет литься рекой, и будут люди досыта вкушать мясо левиатана. О мясе говорится, не говорится, что это мясо левиатана. Но одно из объяснений говорит, что именно мясо левиатана будет убитого богом левиатана, чудовище вот этого, будет пищей праведников в будущем веке. Стоит ли это понимать буквально или понимать в переносном смысле, как бы там ни было, но враг, богопротивная, вся вот эта сила, олицетворяемая левиатаном, она будет побеждена и не будет представлять собой вреда для праведников. Ни левиатан, ни танин не будут больше представлять собой угрозу для праведных. Трапеза Господня, если уж мы о ней сегодня вновь заговорили, эта тема трапезы Господней находит свое продолжение, конечно же, и в Новом Завете. Давайте вспомним притчу о званых на пир, на мессианский пир, о много званых, мало избранных, Лука, Матфей, параллельные тексты, где говорится подробно притча о званых на пир, на брачный пир, который устроил царь для сына своего. И вот это как раз продолжение той темы пира божественного, который начинается у пророков, эта тема, потом дальше продолжается в Новом Завете. Ну а евхаристическая трапеза тоже как предвкушение этого вечного, непрекращающегося пира в Царстве Божьем, то, что Серафим Саровский называл вечной Пасхой. В тот день воспойте о нем. Второй стих начинает новую тему. Первый стих этой самой 27 главы, он стоит как бы особняком. Вот мы переходим ко второму стиху, где говорится о винограднике. В тот день воспойте о нем, о возлюбленном винограднике. Сразу вспоминается пятая глава, первые стихи пятой главы. Воспою песнь возлюбленному моему о винограднике возлюбленного моего. Речь идет о винограднике Божьем. Израильский народ представляется в образе виноградника. Господь в образе виноградаря, хозяина виноградника. Вот здесь тот же самый образ присутствует. Образ виноградника. Израиль – виноградник Божий. Для сравнения отправляю к пятой главе. Кто хотел бы освежить в памяти эту тему, тему виноградника Господня, есть у нас пятая глава книги Исаии. Есть параллельные места в других книгах. Вспомним книгу «Песнь-песнь», где говорится о винограднике. Также образ виноградника присутствует. Вспомним виноградник Навота, Навуфея, который был отобран злыми, злочестивыми, неправедными Ахавами и Зевелью, его женой, у жителя Израильской долины Навота. 21 глава Третьей книги Царства. И другие параллельные места. Виноградник – это образ, это метафора народа Божия. Виноград требует очень большого и упорного труда. Чтобы произвести вино, требуется огромный труд. Вот вино и хлеб, на них крестьяне, виноградари и хлебопашцы тратят огромное количество сил, усилий, труда своего, чтобы вырастить хлеб и чтобы вырастить виноград. Требуется огромный труд. Может быть, не случайно, поэтому именно в Евхаристии используются именно эти две вещи – хлеб и вино. Труд свой человек, плоды своего труда, тяжелого труда, человек приносит пред Господом и молится о том, чтобы Господь осветил этот хлеб и это вино, и чтобы они стали для него телом и кровью Мессии. Дальше прямая речь Господа. «Я, Господь, хранитель Его, в каждое мгновение напаяю Его, ночью и днем стерегу Его, чтобы кто не ворвался в Него». Виноградник подвергается опасности. Есть дикие звери, дикие вепри, как сказано в псалмах, подрывают корни виноградной, лозы, опустошают его полевые звери. И люди злые могут также прийти и уничтожить его, пожар его может уничтожить, грабители и так далее. Поэтому нужен тот, кто хранит виноград, виноградник. И вот здесь Господь себя называет хранителем Его. Он, Господь, является хранителем виноградника. Сам Господь называет себя хранителем. «В каждое мгновение напояю его». Виноградник нуждается также в том, чтобы его напаять водой. Днем и ночью стережет его Господь, чтобы никто не ворвался в него. Заботится, культивирует, охраняет, оберегает Господь свой народ, израильский народ. «Гнева нет во мне, но если бы кто противопоставил мне волчцы и терны, я войной пойду против него, выжгу его совсем». Часто эта тема тоже звучит. «Я ждал, говорит Господь, добрые ягоды, но вот вместо ягоды волчцы и терны. Земля произвращает тернии волчцы по грехам человека. И вот когда вместо добрых плодов, вместо винограда волчцы и терны, тогда эта земля близка к тому, чтобы эти растения были посечены, сложены, этот хворост и подожжены, и вмиг сгорели». Трудный четвертый стих, как-то он, кажется, немного вне контекста, здесь и требует особых усилий в интерпретации, но, видимо, речь идет о все том же винограднике Господнем, то есть израильском народе, и продолжает звучать прямая речь Божия. «Разве прибегнет к защите моей и заключит мир со мною? Тогда пусть заключит мир со мной». Пятый стих. Виноградник имеется в виду, он должен не враждовать против своего хозяина, против Бога, тернии волчцы выставляя против него, а наоборот, пребывать с Богом в мире. Мир заключить с Богом. Мир с Богом – самое нерушимое и самое ценное, что только может быть под солнцем. 6-й стих. «В грядущие дни укоренится Иаков, даст отпрыск, расцветет Израиль и наполнится плодами вселенная». Здесь вновь метафорически народ Божий называется растением, скорее всего, имеется в виду тот же самый виноградник. Он цветет, он приносит плоды, потому что он глубоко укоренен у источников вод. Праведник, он как дерево, посаженное у источников вод, говорит нам первый псалом. Зеленеющее дерево. Вода, божественная вода, божественное учение способны сделать так, что дерево, посаженное при этой воде, то есть праведник, праведный народ, расцветают, приносят свой плод. Замечательные образы древа жизни, зеленеющего дерева. Христос применит этот образ к себе. В Евангелии от Луки мы читаем, что женщины по пути в Иерусалимских улицах встречали Христа, плакали о нем. Он говорил, что вы плачете обо мне, плачете о себе и о чадах ваших. Ибо если с зеленеющим деревом, это царанан, если с зеленеющим деревом так поступают, то что же будет с вами? Христос себя называет зеленеющим деревом, таким образом, с одной стороны, говоря, что в нем жизнь, он древо жизни, а с другой стороны, отождествляя себя с тем древом, посаженным у источников водных, древом первого псалма, зеленеющим деревом. Праведник, зеленеющее дерево. Человек, он как дерево в саду. Вот праведник, это зеленеющее дерево, которое напояет сам Господь, как мы здесь читаем. Я, говорит, каждое мгновение напояю его. Вот Иаков, Иаков и Израиль здесь в параллелизме, это одно и то же, Метанимия, Яков и Израиль. Яков — это израильский народ. Одно из имен, Яков, мы помним, право, было два имени, Яков и Израиль. И наполнится плодами вселенной. Так ли он поражал его, как поражал поражавших его? Так ли убивал его, как убитый, убивавший его? Те были поражены полностью и окончательно, враги Божьего народа. А вот этих Господь поражал, ну и миловал, в меру. Об этом дальше говорится. Мерою ты наказывал его, когда отвергал его, выбросил его сильным дуновением твоим, как бы в день восточного ветра. Восточный ветер, разрушающий ветер, несущийся из сирийской пустыни, он губителен. Но вот Господь не губил до конца свой народ, наказывая его. Это наказание нужно было для воспитания народа Божьего. Кого любит Господь, того наказывает. Врагов Израиля Господь наказывал не так. Он их полностью истребил и уничтожил. И через это загладится, через наказание, загладится беззаконие Иакова. И плодом сего будет снятие греха с него, когда все камни жертвенников он обратит в куски извести, и не будут уже стоять дубравы и истуканы солнца. Всякое идолопоклонство в земле Иакова, в земле Израиля будет уничтожено, превратится в куски извести. Дубравы, священные дубравы, куда народ ходил волхвовать, истуканы, посвященные солнцу, культы, связанные с солнцем, что строго запрещается делать в Святой Земле, да и вообще человеку. Заниматься идолопоклонством запрещено было еще Ною. А вот это все будет уничтожено. На земле не будет идолопоклонства. Вся земля будет святой. Земля скверная, нечистая, это та земля, где совершается идолопоклонство. А вот если на всей земле, не только на земле Израиля, на русской земле, и на всех землях повсюду не будет больше идолопоклонства, то вся земля осветится, вся земля будет отделена для Господа, вся земля станет Господней. Десятый стих. «Ибо укрепленный город опустеет». Вот здесь речь, скорее всего, идет о городе, как о власти, богопротивной Богу, той власти, которая противится человеческой цивилизации, которая вся построена на противлении Богу. Конечно, Богу противиться невозможно. Господь лишь попускает до времени торжеству зла, но в конце концов уничтожит всякое зло. Вот злой, укрепленный город, который укрепляется против Бога, читали мы в предыдущей главе об этом и в других главах, об этом богопротивном городе, который не назван никак. Его презентацией является Вавилон, Древний Рим тоже, который апостолы называют Вавилоном в своих посланиях. Ну, сегодня мы могли бы сказать о третьем, о четвертом, о пятом Риме. Сколько их еще будет? Только Богу известно все эти богопротивные Римы, противящиеся, и Вавилоны, противящиеся Иерусалиму Божьему. Укрепленный город опустеет, Господь его опустошит, как бы он ни кичился, как бы ни надмивался, и как бы высоко до небес не возвышал свои башни. Он будет покинут, заброшен, жилище в нем, как пустыня. Там будут пастись, будет пастись теленок, и там он будет покоиться и обидать ветви его. Вот тихая мирная картина. Посреди улиц растут деревья. В Ливане мне доводилось видеть деревья, большие, могучие деревья, растущие между рельсами железной дороги. Вот люди перестали пользоваться железной дороги, и между двух рельсов и между шпалами вырастают деревья. Пальмы. Пальма, конечно, не дерево, трава, но тоже очень могучая трава. Вот растет среди... Вот и здесь также листья подходят и объедают мирный теленок, пасущийся посреди городских улиц. А вот сейчас, в связи с последними событиями, вот уже год-полтора, мы видим, как людей становится в городах меньше, люди сидят по квартирам, локдаун и прочее все. и животные вернулись в города. В Кейптаун зашли пингвины, в сибирские города, в том числе в города-миллионники, зашли медведи, где-то олени, где-то лисы, где-то шакалы. Вновь зашли в города. Вот. А здесь мирный теленок тоже будет покоиться, обидать ветви его, потому что этот город, который является антиномией, противопоставляет себя божественному городу, божественному миропорядку. Он будет покинут людьми, уничтожен, заброшен, опустеет. Часто образ заброшенного, опустелого города появляется на страницах Библии, там, где речь идет о наказании от Бога. Вавилон, другие города часто описываются оставленными, покинутыми. Пастух там ставит свой шатер, там какие-то косматые, то ли бесы, то ли обезьяны прыгают по этому городу. Вот. А вот здесь интересно, здесь не дикие животные, а домашние животные, теленок, будет там пастись и объедать ветви, которые, ветви дерева, которые вырастут посреди этого города. Когда ветви его засохнут, их обломают, женщины придут и сожгут их, так как этот, это народ безрассудный, то не сжалится над ним творец его и не помилует его создатель его. Господь творец и создатель, и человека, и теленка, о котором говорится в предыдущем стихе, и всего вообще мироздания, все, что создано, хозяин и творец и создатель его, Господь. Но вот человек, противящийся Богу, пытается создать собственный град. В противовес граду Божьему, как бунт против Бога, создавалась Вавилонская башня, и сейчас создаются башни, создается человеческая цивилизация. Человек сказал, не пру, я стеной тебя запру, покорить надо природу. А в результате, что получится, этим всем планам придет конец. Господь остановит злые человеческие замыслы, город, укрепленный человеком, будет опустошен и разрушен, все это будет сожжено, и Господь, Творец и Создатель не сжалится. Но будет в тот день, День Господень, имеется в виду, да, и вот, когда будут наказаны все угнетатели Израиля, все угнетатели народа Божьего, но в эскатологической перспективе все те, кто угнетают верующих людей, христиан и вообще последователей Бога, Бога, Творца и Создателя своего, все те, кто угнетают верных, они будут наказаны. Об этом, собственно, говорят стихи с 8 по 11. А вот дальше, 12-13 стихи, заключительные стихи этой главы, говорят о возвращении в Иерусалим, о возвращении евреев из Вавилонского плена к Иерусалимским развалинам в свой святой град и о возвращении всех угнетенных и плененных народов земли, верных людей, верных Господу, и о их возвращении в божественный город, тот город, о котором говорилось в начале предыдущей главы. Откройте ворота, пусть народ праведный, гой цадик, пусть народ, ходящий прямо, войдет этими воротами. Но будет в тот день, в день Господень, Господь потрясет все от Великой реки до потока Египетского, и вы, сыны Израиля, будете собраны один к другому. Собраны будут один к другому с разных концов земли. Великая река, скорее всего, имеется в виду река Ефрат, когда говорится просто река и не называется, а тем более Великая река, то речь, очевидно, идет о Ефрате. Это север, а на юге от Святой Земли египетский поток. Поток египетский — это граница, собственно говоря, между Святой Землей и Египтом. Служат границы между Египтом, египетским царством, дельтой египетской, и дельтой Нила, и Святой Землей, Израильской Землей, которая была отдана израильским коленам в их удел, в их наследие. И вот сыны Израиля соберутся от Великой реки до потока египетского в Святой Земле, можно сказать, от Нила до Ефрата, хотя поток египетский — это не Нил, это небольшой поток, сезонная такая река, которая днем в засуху пересыхает. Вот известен этот поток, он впадает в северо-восточный край, он впадает в юго, простите, в восточный край Средиземного моря и служит границей между Святой Землей и землей Мицраем, а землей египетской. 12 стих. Нахаль Мицраем, египетский поток, вот этот Нахаль, есть Нахаль Кишон, есть разные другие Нахали в Священном Писании, это поток, поток бурный вперед дождей и пересыхающий летом. И вот от Ефрата до этого потока сыны Израиля будут собраны один к другому. Речь идет о возвращении израильтян из плена. В плену они находились не только в пределах Месопотамии, в пределах Вавилонии, но и в Египте. Известно, что с незапамятных времен израильская, еврейская диаспора была в Египте и даже был у них свой храм на острове Лефантина и в египетской армии служили евреи. Когда часть народа, опасаясь пленения вавилонянами, бежала, то они бежали, читаемые в книге Иеремии, именно в Египет, насильно за собой, видимо, увели и пророка, пророка Иермиягу, пророка Иеремию. Некоторые главы Иеремии повествуют об этом. То есть в Египте тоже была еврейская диаспора. И вот эти земли и Вавилония, и Египет отдадут пленных сынов Израиля, и они будут собраны, израильтяне, один к другому, один из Вавилонии, другой из Египта, соберутся вновь на Святой Земле в тот день, в День Господень. И будет в тот день, звучит последний стиль, их заключительный стих, 27 главы. «Вострубит великая труба, и придут затерявшиеся в Ассирийской земле и изгнанные в землю египетскую». Великая труба, шофар-гадоль, не труба, здесь здесь не хатсоцра, здесь не труба, перевод неверный, а здесь рог. Рог животного, шофар, использовался для разных случаев, новомесяча, военная тревога, народное собрание, могли использоваться рога, рога, полые рога разных животных. Мог быть бараний рог, небольшой рожок, шофар, мог быть большой рог, изогнутый такой рог, большого горного козла, например. И в эти рога в них трубили. Почему здесь синодальный перевозчик решил перевести через трубу, хотя для трубы обычно другой термин используется, непонятно. Но, видимо, русскому читателю рог не всегда понятен, хотя в других-то местах священного писания мы с этим термином встречаемся. Чаще всего шофар переводится именно через рог, но здесь почему-то переведен через трубу. Итак, шофар-гадоль, великий рог, вострубит в тот день. И изгнанные, затерявшиеся, войдут. Те, кто затеряли в земле ассирийской и в земле египетской, они придут. Для чего придут они в землю Израиля и поклонятся Господу на горе святой в Иерусалиме. Придут поклонники народ Божий, вернувшийся, придет на гору Господню, на гору, где жилище Всевышнего, где подножик ног Его, где дом Божий, байт, где храм Господень, гора Цион, и уточняется в Иерусалиме. Иерусалим, святой град, святая гора, святая земля, святой народ, праведный народ, как было сказано в начале предыдущей главы, Гой Цадик, в 19 главе исхода, Гой Кадош, народ Божий, спасенный, выведенный из плена, собирается на святой земле, на святой горе, в Иерусалиме. Так оно и было в VI до Рождества Христово веке. Остатки Израиля, вернувшиеся из Вавилонского плена, воссоздали свой город, возвели храм, который стал вторым храмом Баачани, стал местом, в которое вошел Мессия, вошел Спаситель Христос. Слава этого храма была больше, чем слава первого, хотя внешне он не был таким роскошным, этот храм. Но в книге Малахи мы читаем, что слава нового дома, в книге Хагая мы читаем, что слава этого храма, говорит Хагай, о втором храме, Агей, будет больше, чем храма первого. Все это исполнится уже вновь, исполнится в тот день, в день Господень, то есть в эсхатологический день суда Божьего, решительного, Божьего вмешательства в человеческую историю, когда нашей человеческой истории с нашим богопротивным градом, который мы создаем и бесконечно улучшаем этому граду, этот град будет разрушен, будет положен конец нашей человеческой цивилизации, будет глобальная катастрофа, будет потом суд Божий над всей Вселенной, и после этого новый мир, и новая земля, и новый град, и святая гора Господня, Иерусалим, который боговидец Иоанн на острове Патмос видит, сходящим с неба, украшенным, как невеста для мужа своего. Все эти темы продолжаются, развиваются, и от пророков, от Исаии и других библейских ветхозаветных пророков они переходят эти темы в новозаветные тексты, и хотелось бы мне прочитать один из стихов Евангелия от Матфея, проповедь Христа на Масличной горе, его эсхатологическая проповедь на Илеонской горе близ Иерусалима, в которой как раз продолжается эта тема звучания великой трубы, этого шофар-гадоль в контексте наступающего грядущего дня Господня. Евангелие от Матфея, 24 глава, 31 стих. И пошлет, имеется в виду Бог, и пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. Вот так Мессия, Господь наш Иисус Христос, продолжает своей проповедью на Масличной горе развивать тему, начатую пророком Исаией в его Исаии эсхатологических апокалиптических главах. Этой самой 27 главой завершается раздел, который в экзегетике часто называют апокалипсисом Исаии. Раздел охватывает четыре главы, с 24 по 27 включительно. Мы эти главы прочитали, и надеюсь, друзья, мы приложили их к своему сердцу и с надеждой будем взирать в будущее, ожидая избавления из этого плена, в котором мы пребываем, освобождения и того, что Господь нас освободит и введет в свой торжествующий град в небесный грядущий Иерусалим. Запись сделана для библейского портала Экзегет. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова